Дэнди! Дэнди! Мы все любим Дэнди! 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 Играют все! Привет, друзья! Признаюсь, как хорошо утром в субботу проснуться, умыться, позавтракать, чем Бог послал, и усесться у экранов своих телевизоров, чтобы погрузиться в мир компьютерных игр. Дэнди! Забыть обо всем! Об уроках, о двойках, о том, что кроссовки уже пора менять, потому что в них попадает снег, о том, что собака не гулина, обо всем об этом надо сейчас забыть ровно на полчаса. Мы приглашаем вас в мир новой реальности, в мир компьютерных игр. Супер Ниндендо! Настоящее японское качество, технология, не имеющая аналогов, супер игра, в которой ты повелитель! Будь хозяином новой реальности! И уже сегодня в магазинах Дэнди во всей стране совершенная игровая система! Супер Ниндендо! Ну что ж, сегодня я, как обычно, приготовлю для вас рассказы о многих играх и в формате Дэнди, и в формате Супер Ниндендо, и даже об одной игре в формате Сега я тоже собираюсь рассказать. Начнем с простого. Начнем с Дэнди. И у меня сегодня три картриджа. Это The Universe Soldiers, ой, чуть не упало. Солдаты Вселенной. Power Blade, лезвие мощи. И замечательная игра Jumping Kid, прыгающий малыш. Это, скорее всего, для девочек. Но начнем с самого крутого. Начнем с игры Power Blade. Арнольдоподобный дядька в заставке игры безошибочно указывает на то, что будет круто и весело. И действительно, в короткой маечке и джинсах вы погружаетесь в странный мир, где самое дружелюбное создание похоже на самый мрачный кошмар. Создатели игрушки решили не баловать вас арсеналом и дали не слишком удобный бумеранг. На первом уровне по части убойной силы не фонтан, но спасибо хоть возвращается. Давайте посмотрим, как и что, и еще раз убедимся. Идея контры живет и побеждает. Времени у нас очень мало, сегодня у нас очень насыщенное материалами передачи, поэтому не успел остыть картридж Power Blade, как тут же в приставку Dandy Classic помещается картридж The Universe Soldiers, солдаты вселенной. Поехали! Несмотря на гордую надпись 1993 и эффектное название, игрушка эта давно мне знакома. В пору проникновения компьютеров на наш рынок была на писишке такая игра Диггеры. Поразив воображение в далеком 1988 году, Диггеры всплыли в 8-битном формате, оставаясь одновременно азартной и даже местами интеллектуальной игрой. Вот только кому в голову пришло назвать это солдатами вселенной, совершенно непонятно. Главный человек, вы последний? Это я спрашиваю у картриджа Jumping Kid, потому что именно сейчас он займет свое место в приставке Dandy. Вынимаем и вставляем. Девочки, это для вас, как вы нам уже привыкли. Все, кстати, да я не знаю, это такое правило или так получается случайно. Все картриджи, которые представляют интерес для девчонок, они все желтого цвета. Поэтому, если вы ничего не понимаете в играх вообще, хотя таких, наверное, уже нет, девчонок, вы просто придете в магазин, скажете, дайте мне что-нибудь такое желтенькое и никогда не ошибетесь. Итак, Jumping Kid. Не случайно в желтых картриджах спрятаны девчачьи игры. Это, как правило, безоружные приключения в поисках счастья и денежных мешочков. То есть, буквально как в жизни. Ну и кое-где порядок надо еще навести, вытравить мышей и крыс. Jumping Kid очаровательная копия с Марио. Но, в конце концов, изобретать велосипед занятие довольно глупое и неблагодарное. Это нам, профессионалам, трудно избавиться от аналогии. А кому-то Jumping Kid станет верным другом на долгие-долгие месяцы. Длительные размышления о судьбах 8-битного процессора все более утверждают меня во мнении. Нет, не иссякнет его очарование, несмотря на то, что во всем мире уже давно забыли эту цифру 8. Так вот посидишь, поиграешь в такой вот Jumping Kid и понимаешь, зря, зря забыли. Но, в конце концов, это их проблема. С этим мы закончили. Я надеюсь, что эти игры вы еще не видели, потому что они только-только недавно появились в торговой сети Dendy. И, если у вас есть время и лишние денежки, бегите и покупайте, и наслаждайтесь вовсю. Закончили с Dendy. И теперь, конечно, мы должны перейти к более серьезным. А что там грехотель? К самой серьезной приставке в мире. Но перед этим сюрприз. Открыв журнал «Видео с Dendy. Новая реальность» последнего выпуска, на 10-й странице каждый из вас, я уверен, почернел от зависти, потому что встретил вот такую информацию. Первое место и главный приз в рубрике «Фан-клаб» видеоприставка Sega Genesis CDX, это лазерный аппарат, работающий от лазерных дисков, присуждается Олегу Шевченко из Воронежа. Вот я думаю, кто такой Олег Шевченко из Воронежа, почему ему все это вручают, за что? А давайте мы сегодня в этом разберемся, потому что Олег Шевченко у нас сегодня в гостях. Привет, Олег. Рассказывай, как тебе достался такой шоколад? Ну, где-то в мае этого года я открыл четвертый, по-моему, я не помню, какой выпуск видео о Dendy. И прочитал, что там, не помню кто, выиграл приставку Sega Mega Drive. Меня это очень поразило, я так удивился. Ну да, это то, о чем я сейчас говорил. Ну думаю, а почему мне самому не попытаться написать описание? Ну я сел, так посидел, дней пять. Порылся там в играх. Порылся, покопался? Ну да. Так. Ну я написал три игры на Dendy описание и две игры на Seba. Послал, долго было ни слуха, ни духа, а здесь. То есть ты всякую надежду потерял, да? Ну может сказать и так. Так. Ну то есть там в каком-то выпуске, по-моему, два выпуска было, там вижу свои описания, но вроде бы на награждение не было никаких. Не тянешь, да? Ну да. Так. Нельзя сказать, не тянут, никаких слухов не было. Ага, и вдруг? Вдруг открываю двенадцатый номер видео с Dendy. Хватаешься за голову, прыгаешь до потолка. Что-то типа такого было. Ну я представляю. Так. Потом сел здесь, по-моему, стал прозванивать. Угу. Позвонился. Позвонился. Терпение и труд все перетрут. Даже Sego CDX. Скажи, пожалуйста, ты понимаешь, что ты в своем роде уникальный человек, потому что в Воронеже Sego CDX есть там у десяти-двадцати человек, наверное? Примерно понимаю. Она вас продается там в городе? Только на заказ привозят. Только на заказ. Ты видишь как. Итак, Олег Шевченко из Воронежа. Счастливейший из счастливцев. Потому что он становится обладателем приставки Sego CDX с тремя дисками. И ваших аплодисментов и улыбок. Я слышу ваши аплодисменты. Ну что ж, Олег, я думаю, ты не перестанешь пытать счастье и по-прежнему будешь сотрудничать с журналом Видео Аз Дэнди Новая Реальность и с нашей передачей. И бог даст, еще выиграй что-нибудь покруче. Даст бог. Ну и, конечно, знаменательный для тебя, можно сказать, эпохальный выпуск журнала Видео Аз Дэнди Новая Реальность. Двенадцатый номер, в котором есть твоя фамилия в качестве победителя. Вот так вот простой воронежский паренек не поленился написал письмо и стал обладателем великолепной игровой системы Sego CDX. Но как бы ни прекрасна была приставка Sego CDX, все равно вот эти картриджи, которые расположились под ней, круче. Потому что они имеют отношение к совершенной игровой системе СУПЕРНЕЗГЕЙТА. Ну вот, и сейчас беру прям по порядку. Чем бы мудрить? Беру по порядку, открываю. Называется серия World Heroes. Герои мира. 16 мегабайт аркадной борьбы и труда. World Heroes. Герои мира. Пайк. Нет, все-таки неизбывно стремление программистов к дракам. Представьте, что все эти крутые молотилки делают довольно лысые дяденьки с животами, и вам сразу станет весело. Супер Стрит Файтер и Мортал Комбо 2 по отдельности, конечно, солидные игрушки. Но World Heroes выбрала в себя самое-самое-самое из этих обеих игр. Только спецэффектов и коронных приемов можно было запихать в один картридж исключительно благодаря его 16-мегабайтному объему. Еще раз убеждаешься, что все лучшее детям. Кажется, Микеланджело говорил, что стать скульптором очень просто. Нужно почувствовать в мраморе душу и отрубить все лишнее. Вот приблизительно этим же занимается бонус уровней герой игры World Heroes. Продолжение следует... Я вижу, в нашу студию зашел стеснительный у вида молодой человек за призом. Так? Хорошо. Я предлагаю прерваться на несколько минут с играми и посмотреть на очередного счастливчика. Несколько минут назад мы с вами все дружно обзавидовались Олегу Шевченко из Воронежа, который получил приставку CDX за свои старания. А сейчас давайте дружно, опять же, позавидуем вот этому юноше, который так сидит, пригорюнившись. Нет, на самом деле он очень веселый парень, зовут его Саша, а фамилия очень смешная – Ходячий. Вообще, знаешь, есть такие выражения – Ходячий прикол, Ходячий кошмар, Ходячий ужас. А вот что бы ты добавил к своей фамилии, что более соответствует, так сказать, вот в рамках нашей передачи? Ну, я бы добавил... Я Ходячий монстр Дэнди. Я гроза всех... Ну... В общем, всех компьютерных игр, всех картриджей. Потому что ты их всех раскалываешь, все проходишь до конца, потом садишься, пишешь письма в журнал... Видео с Дэнди. Видео с Дэнди и выигрываешь приз. Как тебе пришла мысль заняться этим делом? Ну, открыв четвертый журнал Дэнди, я увидел, как там выиграли Сегмин ГРФ-2. Ага. Тебя задушила жаба? Да. Я подумал, чем я хуже победителя. Да. Ну, и взял, написал. Ага. Правда, я писал много и пришлось ждать довольно много. Уже разочаровался, честно так сказать. Ага. Посидел я и вижу весь. Да. Ага. Потом открываю журнал, 12 номер, смотрю... Как это было? Скажи, где ты в это время находился? Вот как журнал тебе попал вообще? Ты купил его? Я смотрю, ну, проходил у меня ларька. Ага. Там стояла моя фамилия, открыт журнал. А, прямо твоя фамилия? Да, я открыл, смотрю. Не поверил сначала. Вначале начал позвонил туда. Так. Все объяснили, все как есть. На самом деле так и вышло. Видишь, как все по-честному. Написал, выиграл и получил. Александр Ходячий получает три картриджа. Но не просто картриджа, а три стрелялки-убивалки и... Автомат HyperShot для суперстрельбы на приставке Дэнзи. Держи картриджи и держи коробку. Ха! Пустая, дядя. Заметил, ааа! Он заметил, хотел зажилить автомат. Мне самому нужен такой автомат. Но ничего не поделаешь. Раз заметил, придется отдать. Саша, извини за прикол. Это автомат твой, картриджи твои и твой журнал. Месяц твоей фамилии. Не унывай. Это не последняя твоя победа в жизни. Я думаю, если ты будешь писать... Не надо Хонда убивать, он хороший. Кстати, на обложке, заметьте, на обложке Хонда изображен, как, знаете, в магазинах мясных. Изображают разделку туши. Посмотрите, у него... Можно ему отрезать вот этот бицепс, вот этот, этот. Все это как-то так... Не знаю, зачем изображено, но очень смешно и мило. Так что тебе журнал, автомат, картриджи и успехов в дальнейшем. Кстати, как у тебя с учебой? Отлично. То есть? Нормально. Ни хорошо, ни плохо. У человека, который играет в компьютеры игры, не может быть отлично с учебой. Нет, ну ни хорошо, ни плохо. Нормально. Играю в свободное время. В свободное время. Значит, игры тебе не мешают учиться? Нет. А учеба мешает играть? Нет. Тоже нет. Видите, какую полную гармонию Александр Ходячий достиг в мире новой реальности. Среди вашей многочисленной почты мне привлекли два письма. Первое от Курбатого Глеба из города Матич. Такое бодрое, такое немножко злое письмо. Он много очень критики в адрес нашей программы здесь выложил. Но такой есть у него интересный вопрос. Приведите конкретные данные, сравните Super Nintendo и приставку Sega. А то я думаю, что Sega лучше, чем Super Nintendo. По-моему, у Super Nintendo только одно достоинство. Возможность записывать то место, на котором остановился. И все. А Super Nintendo стоит в два раза дороже Sega. Дорогой Глеб, наверное, ты не смотрел наши предыдущие программы, потому что я уже говорил о том, что разница в цене у приставок Sega и Super Nintendo на сегодняшний день, ну, согласись, просто смешная. Тысяча восемьсот рублей. Поэтому в наших программах ты мог убедиться в том, что Super Nintendo это действительно самая совершенная игровая система, и с Sega ее даже сравнивать нечего ни по звуку, ни по картине. А что касается цены, то мне кажется, я ответил на твой вопрос. И еще одно письмо от Сосунова Алексея, город Электросталь. Вот что пишет Алексей. Алексей, ты что пишешь-то там? И вот вопрос. Самый больной вопрос. Хороши ли приставки типа Kenboy в народе Кенга и Bittman? По мне, лучше Кенга, она компактнее и удобнее. Прошу консультации. Ну, какая может быть консультация? Алеша, мы, слава богу, живем в свободной стране, и никто не вправе заставлять тебя покупать ту или иную приставку. Это все зависит от тебя. Твой выбор. Но ты должен знать, что, покупая любую другую приставку, кроме Denzi, ты не имеешь ни гарантии, ни гарантийного ремонта, а главное, ты не сможешь никогда участвовать в нашей электронной лотерее. Ведь регистрационная карточка, которая приходит в наш компьютер, обязательно на себе содержит нашего слоненка. Поэтому выбирай сам, я не знаю. Алтерея наша тут как тут. Сегодня в качестве приза я приготовил вам картридж для Denzi Sky Destroyer. По-английски это Sky Destroyer, по-русски это разрушитель неба. Это и хорошая стрелялка-леталка, пролетчиков. И неплохой приз для нашей алтерии. Все, что у меня остается, сейчас нажать кнопку Enter. Вот она. И вы увидите фамилию и имя нашего следующего победителя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мальцев, ВВ, Московская область, город Тучково, улица Восточная, дом 12, квартира 28. Мальцев, ВВ, Sky Destroyer, отныне твой. Компьютерные фанатики нашей страны поделились на два четких лагеря. С одной стороны, стон стоит по поводу Супер Нинтендо. Стонут те, у кого они есть. Стонут те, кто хочет их купить. А с другой стороны, стоит другой стон. Обладатели Sega Mega Drive. Или другой приставки фирмы Sega. Как такое? Что? Мы купили приставку, мы покупаем картриджи, и ни одной маленькой информации по поводу нашей замечательной приставки нет. Конечно, этого быть не должно. И поэтому для обладателей приставки Sega исключительный наш подарок. Мы расскажем сегодня о довольно популярном картридже, который называется Urban Strike. Это, как вы догадались и по картинке, и по названию, продолжение великолепной игры Jungle Strike. Посмотрим, что это такое. Urban Strike. Самые шустрые и внимательные успели, очевидно, разглядеть надпись на картридже The Sequel to Jungle Strike, то есть продолжение. Коронный релиз, покоривший в свое время мир, продолжает кормить фирму Electronic Arts неплохими продажами. Актуальная нынче тема президентских выборов легла в основу игры. Некто Малоун обещает избирателям навести порядок в стране с помощью вертолетных патрулей. Избиратели, наивные, как чукотские девушки, верят властолюбцу, и ничего хорошего из этого не уходит. В смысле сюжета, конечно. А игрушка замечательная, как и все, впрочем, что носит на себе эмблему Electronic Arts. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Катридж в коробочку, как и положено И беру следующий Производство фирмы Konami Из серии Tiny Toon Adventures Снятый, конечно же, по мотивам мультфильма Но мультфильм мы сегодня смотреть не будем Этот мультфильм вы все прекрасно знаете А откроем очередную серию приключений Замечательного крольчонка в цветастых трусах И называется это Buster Busts Lose Что в вольном переводе с английского языка означает Бастер оттягивается на всю катушку Давайте посмотрим, как он там оттягивается Поехали Вы знаете, трудно представить себе Было даже, что Tiny Toon такая веселая и живучая платформа Поместив катридж в приставку Прежде всего хочется даже танцевать, а не играть Такую веселуху устроили программисты фирмы Konami Купаясь в океане 16-битных возможностей Давайте послушаем и посмотрим Это просто чудо! О, между прочим, это секрет Не все из вас знают, что под лестницу можно пролезть И там достать себе немножечко счастья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Увы, драгоценные минуты нашей передачи истекают, и она подходит к концу Правильно вы пишете в ваших письмах, что 30 минут это все-таки мало Настолько многообразен в мир новой реальности, что вы готовы смотреть эту передачу, коль угодно, долго Но мы прощаемся с вами, пока А картридж в коробочку Дэнди играет все!